Что касается человека, который попал в благость, то у него есть три стадии развития. Первая стадия – хочется счастья. Ну, понимаете, что такое счастье? Как меня один человек говорит, «Алик Геннадьевич, ну, вы, говорит, чего вы себя так мучаете? Скажите вот». Я говорю, «А в смысле?» Ну, после лекции подошёл ко мне и говорит, «Ну, давайте по-честному». «Без мяса же хреново жить, ну, понимаете же, все же хреново это, ну, если не выпиваешь совсем, тоже как-то так. На праздники, вот, допустим, все собрались, вы чего, не пьёте? Совсем нисколько?» Я говорю, «Нет». Он говорит, «Ну, чего же вы себя так мучаете?» Я не знаю, что ему сказать, как бы. Ну, как бы. Я могу, конечно, сказать, вот как я хочу сказать, но, как бы. Знаете, вот свиньере мне нравится есть испражнение. Вот она ест, ест вкус специфический. Вот тут она. Понимаете? Вот честно она, с удовольствием. Посмотрите в глаза, у неё там прямо аж блестит всё. Она просто… Очень классно всё, я наблюдал. Любит страшное испражнение. Вот. Ну, если, как бы, она бы говорила человеческим голосом, она бы тоже мне сказала, «Слушай, ну, ты как-то себя обделяешь». Ну, поймите, вот, что такое благость? Благость – это жить с позиции знания. Но если ты хочешь понять, что ты кушаешь, ну, пойди вот в эту лавку, посмотри свиную морду. Возьми её вот эту. Возьми её вот такую вот и сделай, съешь. Ты поймёшь, что ты ешь тогда. Надо всё видеть, понимаете? Если ты не видишь, тебе кажется, что это всё такое красиво, изящно уже. Обработали уже. Ведь когда люди хоронят близких людей, они побыстрее оттуда уходят. Там какой-то вот запах стоит. А ты, когда ешь мясо, ешь же это прямо вот это всё страдание внутрь себя. И когда человек это осознаёт, он просто… Ну, ему не нравится такая пища. Ну, невкусно ему. Он счастлив питаться без мяса. Он испытывает огромное счастье. Вот сейчас у меня не просто без мяса, а у меня ещё с молитвами сделали пищу. И накормили нас. Мы приехали в самолёт, нас ещё накормили с этим молитвами, пищей. И мы когда поели, всё, ну, всё, ну, как хорошо стало вообще. Понимаете, когда в пищу ещё молитву вкладывают, представляете? Она чистая, там никакого насилия нет. И кто такие люди в благости? Они пронюхали, что такое настоящее счастье. Они уже поняли, что такое режим дня, когда рано утром встаёшь. Хорошо, так классно. Поначалу ложишься спать. Все простил. Пища чистая, благостная. Всё хорошо. На солнышке, там солнышку говоришь «Здрасте». Всем людям желаешь счастья. И всё, как бы сердце радуется, уже хорошо стало. Но человек, живя такой жизнью, входит в первую стадию. Первая стадия означает «Почувствовал вот этот вкус благостной жизни, но не знаю, как правильно её практиковать». И первая стадия означает сильное, омерзительное отвращение ко всем, кто не находится власть. Это называется гордость, по факту. Такой человек смотрит на того, кто курит. Сам, хотя буквально полгода сам назад курил. У меня был такой случай, я в лифте еду с другом, он недавно бросил курить. И человек прямо в лифте, представь, докуривает сигарету, идёт этот дым, и мы стоим втроём. А этот мой друг, он, знаете, он такой, он бросил курить, но он начал качаться. И он такой ещё большой, ну не так, как я, повыше, ну почти что как ваш, мой город. Вот. Ну чуть пониже. Таких мало, как он. Вот. Ну такой пониже, ну нормальненький такой. И это, и он такой, на того дядяка смотрит, а у того сигарета изо рта выпала, он испугался страшно. Слава Богу, что лифт остановился вовремя. А тот весь такой краснеет, такой, на него смотрит, благостный такой весь. Вот. И ещё. И тот мужик выбежал, страшно испугался. Я ему говорю, что случилось-то? Он говорит, этот скотина заставил нас своей бонью дышать. Ненавижу. Вот. Я говорю, а чё, ненавидишь-то? Он говорит, ну как чё, благостная жизнь же хочется, благости, а тут невежество. А у меня не возникла такой реакции, потому что я никогда не курил в своей жизни. И я просто вот чувствую, что запах как плохой. Но у меня к этому человеку застрадание. Я просто думаю, ну зачем так жить, ну смысла нет никакого. У меня не возникла ненависти, злобы вот этого. Почему же у него возникла? Потому что он попал вот на эту первую стадию. Первая стадия означает, почувствовал вкус хорошей жизни, почувствовал вкус, но как ей жить, не знаешь. И тебе кажется, что жить этой жизнью хорошей означает построить всех вокруг. Означает, что мама, папа, жучка, все должны жить благостно. Жучка первая, потому что она не сопротивляется. И сразу без мяса, гадина такая, питаться молоком, с молитвами, и все. Потом мама, папа, мы тяжелее с папой, потом маму начинаем. Мама, а мама же женщина, у них же совесть близко к сердцу, Бог очень близко. Она говорит, доченька, ну как-то знаешь, мы так не привыкли жить. Ну прости нас, пожалуйста, ты такая возвышенная. Мы такие грешники, ну не трогай нас, пожалуйста, ну оставь нас в покое. Вот. Доченька на маму наезжает. Вот. И так далее. У меня был такой случай в жизни, я пришел на духовную программу, и стоял один мужчина в отреченных одеждах. Ну как бы вот в вайшнадской традиции отреченная одежда означает шахрановый сын. И он стоял в отреченных одеждах такой, и он стоял на духовной программе, и к нему подбегает ребенок, его сын. А сзади как бы, ну, женщина стоит, которую он бросил, по факту. Сделал отреченный вид, пошел как бы жить в ашрам, сделал отреченный вид, бросил жену, а сын же не понимает. И он подбегает как бы к нему, за эти одежды его дергает, а тут его назад. Ну и стыдно, он же отреченный вроде, а тут откуда-то взялся ребенок. Короче, что-то ерунда такая. Так вот, в ведах это называется обезьянье отречение. Ну, а обезьянки, они, знаете, они, вот у меня был такой случай, я иду по дороге, вокруг святого места в Индии, и сидят три обезьянки. Такие благостные. Вот сидят, вообще идиллия полная. Папа, вот такой вот, дальше мама, и дальше маленький ребенок. Сидят в троим. Очень благостные, идеальная семья. Я думаю, надо вознаградить. Беру, короче, бросаю банан. Все три обезьяны звереют сразу, начинают бросаться на один банан. Папа отгоняет всех, бьет всем лапами, всех кричит, там злится. Я бросаю второй банан, думаю, что маме достанется. Нет, папа тоже звереет. Ну, короче, жесть там, вообще все, бой, писк, виск, там. Страшная ситуация совершенно. Нам пришлось прилагать усилия, чтобы накормить всех трех. У нас уже цель была такая, всех трех обезьянок накормить. В конце концов, удалось. Ну, идея в чем заключается? В том, что, когда мы делаем из себя очень возвышенный вид, при этом у нас очень хочется нам жить благостно, чтобы все хорошо было в жизни, и мучаем своих родственников, это по факту означает обезьянье отречение. То есть это означает, что у нас в сердце все то же самое, как у них. Просто мы уже поняли, почувствовали, как жить лучше, и не понимаем, как это делать правильно. А правильно означает, что нужно мало того, что почувствовать вкус, как жить правильно, нужно еще в молитве сделать так, чтобы привыкнуть к тому, как живут родственники. Привыкнуть означает принять свою судьбу. Сделать так, чтобы у тебя вообще не возникало никаких проблем с тем, как они живут. Дать им возможность жить так, как они могут жить, как они хотят. Расскажу вам про небольшую ситуацию в моей жизни. Все женщины очень расслаблены по природе, и поэтому они красивы. Женщина, если будет нагруженная, она уже не будет красивее, ей надо быть расслаблены. Красота означает расслабленность. И так как женщины расслаблены, им очень трудно выйти из гармонии с кроватью. То есть они находятся с кроватью в полной гармонии. И там им очень хорошо на кровати, то есть очень гармонично находиться. И когда они находятся на кровати, то вставать очень трудно. Любой женщине очень трудно вставать. Поднимите руку кому легко. Есть такие... Бывают, но очень редко. Видите, только три человека подняло. А кому трудно вставать с кроватью женщины? Очень много. Так действует природа. Женская природа так действует. Трудно вставать с кроватью женщины. И меня это страшно беспокоило. Поначалу. Думаю, как бы мы вроде бы поженились, чтобы заниматься духовной практикой. Она себе там лежит и лежит. Ну что такое вообще? И вроде бы лекции читаю на эту тему, что надо быть благостным и прощать. А хочется ей сказать, ну-ка вставай! Такая сила изнутри идет. Причина этой силы заключается в том, что я хочу наслаждаться за чужой счет. Ведь идея-то в чем заключается? Прими судьбу такая, какая есть. Вот молись Богу. И прими сначала ту ситуацию жизни. Вот жена у тебя спит, она вот так может жить. Почему она лежит? Потому что ей тяжело встать. И потому что она не хочет рано вставать. Но ты этого пока не понимаешь. Ты думаешь, что она враг. Потому что она создает тебе трудности. Я в молитве начал побеждать вот это чувство. И в конце концов, я пришел к этому выводу, что я не должен ее трогать. Я должен беречь ее сон. Когда я это сделал, первое, что произошло, она расслабилась. Она перестала беспокоиться, что я подойду и буду ее просить встать. Это первое, что произошло. Второе, что произошло, это удивительная вещь совершенно. Она подошла ко мне и говорит, слушай, я тоже хочу вставать раньше, как ты. Видите, она сначала успокоилась, потом через мое сердце вкус крайнего вставания пришел в ее сердце. Она уже начала этим интересоваться. Потом мы с ней сели, начали размышлять, как сделать так, чтобы она вставала. Мы попробовали делать так, что я подходил и говорил, вставай. И уходил. Смотрю, не встает. Подхожу еще раз. Вставай. Ну, я с любовью говорил сегодня. Конечно же. Она говорит, слушай, оставьте меня. Ничего не получилось. Мы опять сели, потом начали размышлять и пришли к выводу, что я должен подойти один раз. Очень по-доброму сказать, солнышко взошло, солнышко мне вставает, пожалуйста, спаси. И сделать это с любовью, без привязанности к результату. И уйти сразу. И не приходить больше еще раз. И смотреть, стало или нет. Представляете, чудо произошло. Когда мы сделали так, я, во-первых, понял, что такое не вмешиваться в судьбу другого человека, вдохновлять его. Когда мы сделали так, представляете, она вставала. Она вставала рано и радовалась очень, говорит, спасибо, так классно меня разбудил и молилась. Я просто привел пример небольшой из своей жизни, чтобы вы поняли, как преодолевать проблемы с родственниками. Проблем их никаких с родственниками нет. Есть проблемы с нашей жизнью. Родственники представляют нашу прошлую жизнь. Мужчина, который делает деловой вид перед женщиной, что он типа рано встает, он сам в прошлой жизни был такой же женщиной. Потому что его жена лицетворяет его прошлую жизнь просто. И все. И нечего гордиться. Если у тебя мужское тело тебе легче вставать, это не значит, что в женском будет легче. Не нужно собой вообще гордиться никак. А у меня, Леонид Геннадьевич, мужик, у вас вот женщина, я и понимаю, о чем вы говорите. А у меня мужик. А мужики, сами понимаете, они тупые, как бараны. Работает свое, делает благостной жизни, не хочет жить. Да, вот у мужчин есть свои трудности, у женщин свои, у мужчин свои. И каждый человек имеет свои трудности и надо к этим трудностям привыкать с помощью молитвы. Первая стадия заключается в том, чтобы принять другого человека в свою жизнь. Все его трудности принять. если ты не хочешь их принимать, это значит, что ты не будешь счастливым. Нет других механизмов наладить отношения. Вот девушка сейчас вставала и говорила, Олег Геннадьевич, а что вот делать вот с этим молодым человеком? Убить его? Или что? Я хочу счастливой быть, она говорит, я не знаю, хочу я с ним жить или нет, с этим человеком. Я хотел быть счастливой, она говорит. А вот для того, чтобы быть счастливой, вот такой путь нужно проделать. И первая стадия этого пути это умиротворение в своем сердце. Давайте я вам сейчас расскажу один стих из Бага-Аргита и Священного Писания, который полностью охарактеризует ситуацию. Вот смотрите, что такое жизнь, приносящая полное счастье? Это когда чувство человека, который ищет счастье в этом мире, когда чувства очень эгоистично настроены, они гребут все под себя. Это называется жизнережество. Когда чувство находится в страсти, то человек, он вроде бы хочет, чтобы все были счастливы, но все равно живет для себя. И поэтому он тоже запутывается постепенно в своей судьбе. Но когда человек начинает жить в благости, чувства уже хотят жить правильно, но они еще не повернулись внутрь. эти чувства хотят благостную жизнь найти снаружи. А на этой земле есть только испытания. Здесь благостная жизнь приходит как награда. Понимаете, пришло время, вокруг меня нет ни одного человека, который не занимается духовной практикой. Все вокруг занимаются духовной практикой. Но я ведь не с этого начинал. Я начинал с того, что родители, отец пил, бил мать. Я был маленьким ребенком. Понимаете, я жил в этой страшной ситуации, в которой я не знал, где выходы. И было жутко просто. Вот это то, с чего я начинал. Потом постепенно с помощью работы над собой все поменялось. Мать пошла тоже духовным путем, сестра пошла духовным путем и так далее, и так далее. Многие люди вокруг, которые меня знают, родственники, друзья, они все повернули свою жизнь. Это все происходит благодаря тому, что ты трудишься над собой. Понимаете, но это было уже после. А сначала была вот такая ситуация, что никто меня не понимал. Я оказался в ситуации, мама вообще считала, что я психбольной. Начала как бы изучать мою болезнь, там к психиатру ходила. Ну, то есть страшная ситуация это было 30 с лишним лет назад. Сейчас понятно, что все уже давно поменялось по-другому. идея в чем заключается в том, что на первой стадии человек почувствовал, как правильно жить, но он еще не знает, что надо делать с собой. Где счастье находится, он еще не знает. Веда объясняет. Есть такой красивый стих, по-русски он звучит так. Только тот человек может стать обрести счастье и покой, чьи чувства подобно рекам, впадающим в океан, чьи чувства подобно рекам впадают в океан. Океан это душа человека, его отношение с Богом. Это зона сердца, о которой мы говорим. который всегда полон и безмятежно спокоен. Ну, что значит полность, безмятежно спокоен? Человек верит в Бога. Он контактирует с Высшим через звук, он настраивает свою психику на чистоту и святость. И в это время чувства, которые искали счастье снаружи, они начинают этим спокойствием, этим покоем насыщаться, насыщаться, насыщаться. И веды говорят, только тот может быть счастливым. кто направил свои чувства в сторону океана. Они подобно рекам текут и текут, потому что у нас желания бесконечные, их очень много. И человек побеждает свою судьбу с помощью молитвы и там, и там, и там. и чувства текут постоянно в океан. И этот океан всегда полон и безвятежно спокоен, потому что какие бы события в жизни не происходили, этот океан может их всех победить. Вот все, какие хотите, любые события можно победить молитвой. Только человек, такой человек может обрести мир и покой, там говорится в этой шлоке, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания, а не тот, кто стремится изменить своих родственников, а не тот, кто стремится всех воспитывать, а не тот, кто стремится все поменять в этом мире, только тот, кто с помощью молитвы наполняет свои чувства миром и покоем побеждает этот мир в конце концов. Потому что наши чувства связаны, мы связаны со своими родственниками. Ради высокой любви мы Мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Понимаете, это факт, что мы все связаны нитью незримую друг с другом. Когда мои чувства наполняются изнутри, и мое сердце становится, как океан, полон, безмятежно спокоен, то дальше это все идет к родственникам, ко всем. И у них тоже меняется судьба, это называется благословение. Удача начинает исходить от такого человека. Итак, как повлиять на близких родственников и помочь им не страдать? Первая стадия. Успокоиться по поводу их недостатков. Пожалуйста, молитесь за то, чтобы вам не беспокоиться по поводу их недостатков. И чтобы вам не беспокоиться о том, что они вас беспокоят. Это большой секрет. Это большой секрет, который люди не понимают. Часто ко мне приходят люди и говорят, Олег Геннадьевич, бабушка с дедушкой заставляют моего ребенка есть мясо. У нас идет война. Что делать? Поймите, что проблема не в том, что вы не даете мясо ребенку, они хотят, чтобы вы давали. Проблема заключается в том, что вы не уважаете своих родителей, их мнения, их правила, их понимание вещей. Уважайте их жизнь. Уважайте то, что они понимают. Скажите, мама, папа, мы уважаем ваше мнение. Пожалуйста, все, мы поняли. Мы будем стараться тоже осознать. Мы тупые, глупые. Не понимаем, что надо мясо ребенку давать. Но мы будем стараться. И они успокоятся и скажут, ну, давайте как-то старайтесь. Хотя, на самом деле, если уж говорить об этом, то, знаете, у меня такая ситуация была в жизни. Ладно, я там писал диссертацию, изучил вот эти все вот темы по диетологии. Оказывается, уже давно все ведущие диетологи мира считают, что мясо – это вообще не полезная пища для здоровья. Больше того, половина из них считает, что ее вообще не надо есть. А другая половина считает, что надо ограничивать. Но так или иначе, никто не считает, что от мяса кто-то вылечивался, выздоравливал. Никто не считает, что эта пища какая-то крутая. Очень сильно нужная для здоровья. Сейчас уже эти мнения закончились все в диетологии. В науке таких мнений нет. А мы по старинке так думаем, что это классная пища. Но большинство ученых это объясняют тем, что сейчас все животные, они выращиваются на гормонах, на антибиотиках, и эта вся продукция вместе с животными попадает нам в организм. Но так или иначе, как бы они ни объясняли, это пища нищая не помогает здоровью. Но понимаете, так как человек привязан к плоти, ему хочется есть вот это вот. Поэтому он объясняет, что это нужно. Так же, как мы привязаны к своему телу, мы привязаны к плоти вообще. Эта привязанность к плоти имеет два аспекта в жизни. Это страшная сила, которую никто не может преодолеть в этом мире. Есть два типа привязанности к плоти. Первый тип привязанности называется желание, грубая привязанность к плоти, желание ее есть. А вторая сила называется тонкая привязанность к плоти, это желание секса. Если желание, грубое желание к плоти можно преодолеть с помощью ощущения вот этого вкуса, реального вкуса, пищи без мяса, без насилия, то желание тонкое, желание плоти преодолеть практически невозможно. Веды говорят, что если человек, если мужчина сидит рядом с красивой девушкой, которая симпатична для него, и она абсолютно голая, раздетая, и у неё не возникает полового возбуждения, он сидит, и у него не возникает полового возбуждения, это значит, что у него в сердце нет и тени греха. И тени греха. То есть он абсолютно святой. А если у человека нет абсолютно святости, 100% у него возникнет желание обладать этим телом. 100%. Поэтому эти вещи являются настолько сильными и мощными, что человек не может с ними справиться. Кто-то говорит, Олег Геннадьевич, я не могу бросить ей с мяса. Да не думайте об этом вообще. Можете вы, не можете. Какая разница? В этом нет никакой проблемы. Проблема заключается в том, что человек зацикливается на своих недостатках. Просто думайте о святом человеке, кланяйтесь его. Придёт время, ваше сердце настолько очистится, что у вас вообще не будет никаких проблем с вашими привычками. Вообще никакие. Когда я писал диссертацию, мы провели исследование, оказалось, что у меня 50% тех, кто слушает мои лекции, бросили совсем курить, и 50% тех, кто слушает, бросили пить, те, кто пили. Понимаете? То есть это серьёзный результат. И мы провели исследование. Оказалось, что большинство людей бросают курить и бросают пить не потому, что они бросают это делать, а потому, что они об этом просто забывают. Им это становится неинтересно. Понимаете? Просто неинтересно. И раз-раз отвалилось, как человек забыл просто сам. Ему уже это неинтересно в жизни. Потому что у него появляются другие вкусы. Когда человек более высокие вкусы испытываешь, низкие вкусы отваливаются сами, поэтому не надо вообще беспокоиться о своей жизни. Не надо беспокоиться, там, кто тянет на сторону, есть любовница. Не беспокойтесь об этом вообще. Просто думайте о Боге, кланяйтесь Ему, потому что если это происходит, значит, в этом есть какая-то серьёзная причина. Понимаете? Если вы будете себя отрывать, ещё хуже будет. Просто кланяйтесь, думайте о святом человеке. И как только вы начнёте делать, психика трезвеет сразу же. Час просто молитвы, и всё, и отрубает от ненужных отношений. Просто час молитвы вот в таком настроении. Не надо себя никуда зажимать, понимаете? Одно дело люди себя зажимают, а потом они начинают зажимать родственников. Сначала надо от себя отвязаться и просто служить. Поймите, есть два способа жить. Один способ – позитивное отношение к себе, означает жизнь страсти. Люди все страсти себя считают хорошими. Я дал одному человеку почитать Бхагавадгиту, и он меня поразил. Он реально сказал то же самое, что и сказал я себе, когда я прочитал. Там есть одна глава – глава «Божественные демонические натуры». Когда я прочитал эту главу, он сказал, Олег Геннадьевич, супер написано, классно. Я говорю, а что супер? Он говорит, вот нашёл всё божественного. Ну, как бы сердце откликается, у меня всё это есть. И демонические натуры тоже узнал. Ну, то есть, когда человек живёт страстью, он как бы в себе видит всё божественное только. А в остальных – мужа, жене, дети. Ну, понятно, не дотягивает народ. Но когда человек живёт страстью, и у него кажется, что его сердце абсолютно чисто. Постепенно человек, когда приходит к благости, то первое, что с ним происходит, он становится святым. Когда человек к благости приходит, первое, что становится, он становится слезым. Святым, чистым, как слеза. Потом он дальше продолжает развиваться. Святость пропадает. Святость пропадает. Он начинает видеть чуть-чуть грехи в своём сердце. И он становится просто хорошим человеком. Себя считает хорошим человеком просто. Вот дальше он начинает развиваться в молитве. И он начинает чувствовать, что у него много грехов. А потом, когда он становится действительно святым, он считается грешником. А людей, которые его окружают, он считает очень возвышенными. Даже если они маленькие, шажки к Богу делают. Почему так происходит? Потому что у человека появляется сильное, интенсивное желание видеть только хорошее в других людях. И он понимает, что самая большая ценность жизни — это видеть в себе всё-таки недостатки, а не хорошие. Потому что это помогает развиваться. И строгость по отношению к нему, к себе, у него становится самым ценным лекарством. И строгость его наставника по отношению к нему тоже становится самой большой милостью на этой стадии. А доброта и сострадание к людям становятся самой большой ценностью в отношениях с другими людьми. Но это потом происходит, понимаете, потом. А начинается всё с того, что с тобой рядом человек курит и просто хочется его повесить. Потому что ты хочешь же благостной жизни, а он тебе мешает. Понятно, да, система? Это первая стадия. Это означает, что у вас нет благости в сердце. А есть просто желание наслаждаться чистотой, которую вы уже почувствовали. Как это происходит, вы почувствовали. Этот вкус чистой жизни стал ясен. Он нравится уже. Но окончание лекции осталось 30 минут. А читать хочется дальше лекцию? Нравится. Знаете, я когда читаю лекцию, особенно вот с вами, с такими любимыми, я чувствую себя очень счастливым. Забываю про время, про всё. Хочется и болтать. Ну ладно. Итак, мы говорим про самую сложную тему, которую мы сегодня задали. Третью. Как повлиять на близких родственников и помочь им не страдать. Желание же сильное, да? Помочь им не страдать. У нас сердце колоссальное желание. Первое, что нужно сделать, это разобраться с этим желанием. Ко мне часто люди подходят и говорят, что муж пьёт. Как помочь ему не пить? Я говорю, а что вы ему хотите помочь-то, а не пить? Она говорит, ну мучается же человек. Я говорю, а кто мучается, он или вы? Она такая думает, ну, наверное, я. Он-то балдеет, ходит. Я говорю, да-ка начнём с этого. Кому вы помочь-то хотите? Себе. Ну хорошо. Тогда, если вы себе хотите помочь, не трогайте его. Оставьте его в покое. Он спьёт, потому что он не может быть счастливым. Он разрушает свою жизнь. Он идёт под откос. Когда человек пьёт, 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 значит, что он делает? Он трансформирует своё тело в животную форму жизни. Я исследовал когда-то этот вопрос, я хотел понять это всё. Я увидел такую аналогию. Возьмите в состоянии алкогольного опьянения у человека, сфотографируйте глаза. Глаза – это зеркало ума человека. И потом возьмите, сфотографируйте, например, у собаки. Вы увидите, что взгляд одинаковый. Это значит, что когда человек выпил и напился, вот так он ходит, это значит, что он убрал у себя разум. То есть остался только ум. Животных нет разума, они живут в уме. Это значит, что они как бы хотят только наслаждаться жизнью, а когда они наслаждаются, они скулят. Понимаете? То есть человек или скулит, или наслаждается. У него нет вариантов больше жизни. Он не хочет развиваться. Это означает спиться. Когда человек спивается, он в следующей жизни рождается животным. У него пропадает необходимость в разуме. Он не хочет жить разумной жизнью. Разумная жизнь означает аскеза. Аскеза означает, нужно принять судьбу. Принять. С помощью Бога. Ясно своими силами не примешь. А с помощью звука святого человека, с помощью Бога. Принять судьбу. И сразу возникает, что принимать, что мучиться. Может жить одному просто лучше. И все. Сразу такой вопрос возникает. Двигаемся дальше. Первая стадия. Это с помощью молитвы, внутренних усилий, направить чувство внутрь и принять судьбу. Принятие означает успокоение в сердце. Да, мой муж пьет. Ребенок там балуется наркотиками. Да, все это так. Но я не смогу им помочь, пока я не приму свою судьбу. Это все моя судьба. Больно об этом думать. Больно так считать. Но это моя судьба. Это мои прошлые ошибки в прошлых жизнях. Сделали мне такую жизнь. Когда человек с помощью Бога, он думает, об этом думает очень больно. Но об этом думать не надо. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. И в это время успокаивается сердце. Постепенно, день это дня. В течение нескольких месяцев вы почувствуете, что вы приняли своих родственников такими, какие они есть. С этого момента вы увидите удивительные вещи в своем поведении. Вы начнете им улыбаться, говорить приятные слова. Начнете заботиться о них не со злобой в сердце и отвращением, а с любовью. Начнете спокойно терпеть все глупости, которые они делают. Или мучиться от этих глупостей и потом прощать, что одно и то же. Иногда так больно близкие родственники делают, что невозможно быть спокойным. На следующий день во время молитвы эта боль проходит. И опять сердце спокойствия и радости. В этот момент у тех людей, которые будут рядом, начнутся следующие изменения. Первое. Они почувствуют сильную благодарность сердца по отношению к вам за такое поведение. Второе. У них появится способ, они успокоятся по отношению к вам и почувствуют, что с вами можно нормально жить. В это время у них не будет никаких идей, что себя как-то надо менять. Просто будет чувство, что все теперь хорошо. Человек занимается правильным путем идет. Правильно занимается духовной практикой. Слава Богу. Стало лучше жить с человеком. И они говорят, хорошие лекции, слушай дальше. Один такой мужик подошел ко мне рядом с женой со своей. Я говорю, лекции ваши не слушаю. Мне не обязательно. Вот. Но за жену спасибо берут и мне жмут. И пошел. Говорят, что? Она говорит, нормальная женщина стала. Не мучает. Все хорошо. Не трогай к нему. Вот это как раз вот эта стадия. Человек получает вкус к духовному знанию, в сердце. Но у него нет потребности что-то менять. Но удивительная вещь происходит. Человек не может в своем сердце никак скрыть от себя благодарности. В сердце возникает благодарность. Человек что, руку-то жал? Он благодарен. Не только мне, но также и ей. Ему дали нормально жить. Понимаете, человек в этой жизни нуждается в любви. Ни один человек не может жить без любви в этом мире. Если вы начинаете наполнять любовью близких людей, то вторая стадия означает благодарность. Третья стадия — интерес. Ребенок подойдет, скажет, «Мамочка, мне нравится, как ты вот все время по утрам сидишь. Можно я с тобой буду сидеть?» Он еще не понимает, что нужно молиться, ему нравится сам вкус. И он рано утром специально встает для того, чтобы сидеть рядом с мамой. И он это делает, потому что ему нравится это все. Поднимите руку, у кого ребенок так соведет. Вот, пожалуйста, есть уже такие случаи. Это значит, что этот ребенок не будет употреблять наркотики. Поймите, что он уже попал под влиянием энергии благости. Он начал жить другой жизнью. Понимаете, у него появился вкус к другим вещам. Сначала кажется, это невозможно. У меня ребенок наркоман. Он смотрит плохие фильмы. Он игроман. Он не может от этого оторваться. Все это означает отсутствие счастья просто только и всего. Примите этого ребенка просто таким, какой он есть. Потом дальше любите его. Примите его таким. Любите его. Придет время. Очень мало времени. Может быть месяц. И этот ребенок расслабится. А если расслабится, значит, ему уже меньше компьютерных игр нужно. Понимаете? Он расслабится. И у него появится склонность слушать вас. Потому что от вас будут идти спокойствие и любовь. Вы в это время уже поймете, что не надо его мучить своими нравоучениями. А надо просто этому человеку дать любовь. И вы начнете ему давать любовь. Потом дальше, следующая стадия. У него появится вкус слушать вас. И быть рядом с вами. Следующая стадия. Он примет вас старшим. И когда он примет вас старшим, вы можете очень нежно и аккуратно ему советовать. Вот этого делать не надо. Лучшего так жить. Когда человек совет, он всегда дает альтернативу. Например, лучше не смотреть вот этот вот фильм «Пив-паф», а давай посмотрим с тобой вот этот вот фильм, где есть хорошие герои, где люди как-то пытаются жить правильно, молиться и так далее. Есть много благостных нравственных фильмов. Тысячи, десятки тысяч нравственных фильмов. Знаете, есть сейчас. Никто не изучает этого. Попытайтесь найти эти фильмы. Смотреть всей семьей, обсуждать. Это же тоже фильмы, они интересные. Там есть сюжеты острые всякие. Но эти фильмы развивают детей, дают им счастье в жизни настоящее, понимание, как правильно жить. Третья стадия — это перемены. Близкий человек начнёт меняться в жизни. Но эта стадия наступает не скоро. Я так полагаю, что где-то через 3-4 года эта стадия наступает. Но уже на первой, когда вы простите близким людям, вам жить становится легче. На второй они начинают сокращать вредные привычки. Например, человек пил, он начинает переставать пить, и вы уже видите, что скоро он вообще бросит. Поднимите руку, у кого это уже произошло. Давайте въедем в микрофон. Не хотите говорить? Хорошо, кто хочет. Ответ это. Вот расскажите, что было. Как всё было? У меня дочь, когда я была 18 лет, в общем-то была уже проблема наркомании. И вот только когда я начала молиться, буквально всё произошло на глазах, года за полтора. Как всё началось? Вы приняли своего ребёнка или нет? Вы привыкли к тому, что она наркоманка? Простили ей или нет? Да. Вы успокоились по этому поводу? Я молилась, и вот в церкви перед Богородицей мне снисходило успокоение, и я молилась за свою дочь. Хорошо, вы успокоились, да? Да. Дальше что произошло? Ну вот всё, как вы говорили. Нет, вы должны теперь сказать, недостаточно моих слов. Пожалуйста, вашу судьбу. Нам нужна ваша судьба. Ну как, сначала я даже не знала вообще получится или нет, потому что хотела её, ну, чтобы, как там есть, какой-то христианский приют, где, ну, в общем, Богу правил по-своему. То есть я молилась, чтобы была воля твоя, но не моя. Вот так будет. То есть моя дочка не поехала в этот христианский приют, где наркоманов перевоспитывают, но вдруг она села дома и стала молиться самостоятельно. Она с обами садилась рядом или отдельно? Отдельно. Всё как-то и дистанционно происходило. Нормально. Ну вот так была моя мама в соседней комнате, которая тоже много молилась. И получается, что ребёнок за месяц сам избавился от этого, а сейчас вот уже год прошёл, больше года. Она учится в двух институтах, она молится. И вот как вы говорите, то есть сначала у неё появилась привычка меня слушать, а сейчас я даже вижу, что, ну, я очень осторожна. Я не так пока читаю рекомендации, что-то говорю, но я вижу, что она это делает. Хотя бы то, что она даже поступила в тот вуз, о котором я не мечтала, то есть она пошла по моим штабам. Ну, то есть у меня даже, ну, о таком счастье я не могла мечтать, что ребёнок выберет такой же проект. Вы не сглазите ничего? Так говорите открыто? Я не знаю. Я вам точно говорю, что вы будете благословены ещё больше за то, что вы так говорите. Ваш опыт уникален. Он нужен всем этим людям, которые сидят в этом зале. Я потому и говорю. Я вам очень благодарен. Надо понять, что то, что сказала эта женщина, не является тем, что она подыграла мне. Это является законом, который протекает в жизни всегда и везде. Первая стадия — принятие. Вторая стадия — интерес со стороны родственников. Третья стадия — перемены. Это всё будет происходить всегда и везде, если вы вкладываете силы молитвы только и всего. Потому что близкий человек меняется через сердце. Отношения всегда строятся через сердце. По факту, знайте, что есть три вида жизни в человеческом теле. Если родственники находятся в невежестве, а вы стремитесь к благости, вы не должны строить с ними близкие отношения. Много разговаривать о том, хорошие они или плохие. И просто выполнять перед ними свои обязанности, поменьше болтать, поменьше скандалить. Потому что все эти разговоры будут выливаться только в ругань. Поменьше скандалить и побольше думать о Боге. Если вы контактируете с невежественными людьми, для них благо и для вас, чтобы ваш контакт осуществлялся только в сердце. Только в сердце. И как он должен в сердце осуществляться? Переломайте в себе боль, отвращение и злобу к этим людям. Переберните свое сердце. Переберните. Заставьте себя молиться за них. Вы не сможете сразу говорить, что они хорошие. Это самообманом будет. Нужно просто думать о святом человеке, вспоминать этих людей и научиться спокойно относиться к их недостаткам, к ним. Когда это спокойствие произойдет, оно произойдет, это будет победа. Вы в сердце почувствуете, что ситуация под вашим контролем. Вы почувствуете, что скоро все переменится. То, во что вы даже не могли мечтать, все в вашей жизни поменяется на 100%. Вот здесь это знание будет сидеть. И тогда вы успокоитесь и вообще оставите их в покое. Будете продолжать выполнять перед с ними свои обязанности и начнете к ним по-человечески относиться. Вы до этого не знали. Вы увидите, как вы с ними по-доброму разговаривать стали. Вести себя хорошо по-человечески с ними. И терпеть их унижение. Вот это вот, когда человек пьет, гуляет, делает вот эти все глупости. Это такое сильное унижение жить с этим человеком. И это унижение для вас станет не унижением, а спокойно все. Вы понимаете, что вот такая судьба. Вот такую судьбу надо отрабатывать. И дальше чудеса начнут происходить. Когда вы в эту стадию, это самая трудная стадия, когда вы ее переломаете, когда вы успокоитесь, ваши чувства, как к реке, в океан начнут впадать, у вас сила изнутри, когда пойдет, вы начнете видеть потихоньку, медленно, потихонечку. Сначала человек изменит отношение к вам. Он начнет к вам спокойнее относиться. И в этот момент он даже может больше наркотиков употреблять, начать. Обрадуется и там пить начнет больше. Не поддавайтесь на провокации. Не бойтесь ничего. Можно ему в это время, когда вы не злитесь на человека, ему можно говорить правду. Надо сказать, сыночек, пожалуйста, покушай. Он скажет, мамочка, что ты мне говоришь, покушай. Я вот возле окна стою. Вы ему скажете, ты уже сыночек, уже третий день здесь возле окна стоишь. Иди покушай. Это анекдот. Анекдот не анекдота, а в жизни такая бывает. Вот. У вас не появится возможность ему давать советы, понимаете? Потому что вы уже как бы не злитесь на него, боли нет. Когда человек в боли совет дает, это откликается болью. И человек не хочет выполнять ваш совет. Когда вы по-доброму, говорю, ну покушай, ну все давай, ну нормально все будет. Пойдем спать, хватит валяться здесь, рыгать. Вот, то есть, по-человечески, по-доброму как бы начнете относиться. И вы увидите дальше перемены. Первое, что произойдет в сердце, сначала он расслабится, успокоится и поймет, что можно с вами жить, как он живет. Дальше что будет, кто знает? Совесть. У него проснется совесть, он начнет. Ему будет стыдно жить рядом с вами. Думаю, у меня жена святая, дура. Вот, то есть, реально он вот так вот будет думать, понимаете? Он будет благотворить своего близкого человека и мучиться за свою жизнь, за свое поведение, плакать, страдать. У меня есть сотни примеров, как это происходило с разными людьми. И это всегда происходит одинаково. Человек сначала вообще не делает, не показывает вида. И женщине кажется, вот все люди, которые пройдут этим путем, им кажется, что сколько можно, все так медленно, ничего не происходит. На самом деле все происходит очень быстро, потому что айсберг тает снизу. Это не видно. Потом раз, и в одну секунду вы увидите перемены. Он подойдет к вам и скажет, все, я больше не хочу так жить. Понимаете? Ну, почему ребенок за месяц все прошло? Потому что она молилась в одной комнате, бабушка молилась в другой комнате. А в третьей комнате собачка болилась. Понимаете? И ребенку некуда деваться, потому что как бы вся атмосфера была пропитана благостью и вот этой силой духовной. Почему ребенок так себя ведет? Потому что атмосфера такая в доме. Родители не живут невежественно и ругаются друг с другом. Там смотрят порнофильмы. Ну, ему о наркотике остаются. Ему неинтересно это. Ругаться и порнофильмы. А он, наркотики ему нравятся. Понимаете? Невежество может по-разному проявляться. Но если родители молятся, все молятся вокруг. Куда ребенку деваться? Он не может в невежестве в этой ситуации жить. Когда солнце восходит, вся тьма уходит из этого места. Когда люди начинают с солнцем контактировать, тогда тьмы нет в жизни. Асадо. Ма садга моя. Асадо означает отсутствие знания. Вот вы не знаете, как жить. Сад означает знание. Если человек получает знание в сердце, у него нет сомнений, как жить правильно. Он чувствует, я теперь знаю, я так буду жить. Тамасо, ма, джотир, га моя. Тамасо означает тьма, невежественная жизнь, жизнь в отме. Джотир означает солнце. Если человек с Богом начинает контактировать, то все невежество уходит немедленно из этой квартиры, из этой семьи, из этой жизни. Мритюр, мам, амритам, га моя. Мритюр означает мритюр, означает смерть. Амритам означает вкус, нежный, нектарный вкус любви к Богу. Когда человек чувствует этот вкус, начал чувствовать в своем сердце, вкус к святости, к Богу, смерть оступает из его жизни, из жизни близких. Можно молитвой тогда начать лечить рак уже, начать лечить ситуацию, вот всю, которая существует в Украине. Все это можно с помощью нектарного, вот этого нежного вкуса любви к Богу побеждать. Мритюр означает страшное влияние времени, когда люди умирают от влияния времени. Но это все можно победить с помощью силы внутренней. Как родственникам помочь не страдать? А вы не думайте об их страданиях. Вы сначала подумайте о том, что в вашем сердце находится. Помощь всегда идет изнутри и снаружи. Те люди, которые пытаются словами другим помочь, они живут в невежестве. Те люди, которые направляют сначала свою силу внутрь и потом оттуда помогают. Вот эти люди действуют правильно. Сейчас мы будем под голос православного хора желать всем счастья. Но до этого я хотел бы услышать пару ваших вопросов. Да? Микрофончик? Есть? А можно? А вот девушка уже встала. Вы не отдадите микрофончику, да? Отдайте счастье другому человеку, и Бог вам даст ваше. На практических примерах учимся. У меня вопрос именно по поводу пожелания счастья. То есть, допустим, когда слушаешь голос святого человека, но больше ощущаешь личность другого святого человека, и не можешь концентрируешься на голос... А того нет голоса у вас, которого вы любите? Нету, да? Вы можете понять, что голос любого человека есть, понимаете, святые и очень возвышенные, которых обычно голоса нет. Там это Серафим Саровский, там Сергей Радоничский и так далее. Но есть люди, которые идут духовным путём. Не будьте столь избирательны. Возьмите просто человека, который читает молитву и искренне это делает и давно. Может быть, это какой-то монах. И просто в его настроении пытайтесь кланяться своему святому человеку. В его настроении. То есть он нужен для чего вам? Он является для вас палочкой-выручалочкой. То есть он учит вас. Понимаете, учёба в сердце приходит через звук. Только звук является самой победоносной силой. В Ведах есть такая молитва, что тот, кто видит звуковой образ Господа в своём сердце во время молитвы, тот видит вещи такими, какие они есть. Знание немедленно приходит в его жизнь. Понимаете, звуковой образ Господа надо видеть в своём сердце. Это возможно только через звук того, кто молится. Когда вы слушаете его голос и прощаете ему его несовершенство, то есть вы чувствуете, что голос этот вас не сильно вдохновляет. Это означает, что вы видите недостатки. Но вы поклоняетесь этому голосу, примите его. Пускай он будет для вас просто другом, который вас ведёт к святости. И тогда в этом случае вы примите этот голос, и у вас появится та же сила. Но если совсем вам голос не нравится, ищите другого человека, который будет давать вам звук, который будет победу давать вам сердцу. Этот звук обычно очень густой, сильный. Внутренний, сильный голос такой. Понимаете? Спасибо. Ищите, обязательно у вас всё получится. Этот голос не нравится, найдите другого. Если вы чувствуете, у вас есть образ святого человека, кланяйте всему дальше. Но только с помощью звука можно в сердце утвердиться в молитве. Понимаете? Если вы не слушаете звук другого человека, то в ухо не входит знание, как молиться правильно. Это знание труднодостижимо самому. Оно передаётся от одного человека к другому. Если вы слушаете и вместе с ним повторяете постепенно этот голос, вы так же, как он, повторяете в такой же интонации, точно в таком же. Может быть, скорость разная будет у вас, не такая. Не надо на скорости, концентрируйтесь на интонации и настроении. Так же, как он. Так же, как он. Постепенно, когда вы почувствуете эту эмоцию, она придёт в сердце и сделает здесь революцию. Она станет твёрдой здесь. И в этот момент, когда вы почувствуете счастье от этого звука, надо отдавать дальше это счастье изображению святого человека, которого вы видите перед собой в своём сердце. Кланьтесь ему. И дальше всё это соединится. Проблема заключается в том, что вы голос воспринимаете как объект поклонения тоже. Это объект помощи. Он может быть и объектом поклонения. Если, допустим, голос и изображение от одного и того же человека, что самый идеальный вариант, но редко возможно, тогда вы его звук слушаете и ему уже отдаёте. И сразу возникает вопрос, а зачем ему нужен его звук? Объясняю. Когда люди заходят в Гангу, в Святую Реку, они берут эту реку и ей же отдают. Это самое лучшее подношение. Когда мы слушаем голос святого человека, самое лучшее, что для него можно сделать, это отдать ему его настроение. То есть стать таким же, как он. Это самое высшее проявление преданности и любви. Мы не можем ничего больше. А в чём мы можем святому человеку дать? У него всё есть. Можем только следовать за ним и быть таким же, как он. Когда мы это делаем, тогда в сердце радость возникает сильно. Господь радуется в сердце, и у нас начинается победа нашей судьбы с этого момента. Но проблема заключается в том, что большинство людей капризничают. Им надо вот ещё более святого и ещё более святого. Это означает гордость. Просто вот любой человек, который в духовной жизни неравнодушен, просто примите, будьте с ним, сотрудничайте, старайтесь вместе с ним, старайтесь так же, как он. И вы увидите, что это сильно помогает. Я ответил на ваш вопрос? Спасибо. Спасибо вам. Хороший вопрос. А вы заодно решили, да? Спасибо. Ну, наверное, заодно. Я раньше руку поднимала. Просто сейчас. Даже сюда пришёл микрофон. Простите меня, пожалуйста. Да. Александр Геннадьевич, я человек тоже взрослый. Мне тоже уже много лет, и у меня взрослые дети. И был период, когда тяжёлая ситуация была, развал Союза, и у многих очень сильно изменилась жизнь. И, ну, расти детей действительно очень сложно. И ситуация в стране была достаточно тяжёлая. Я всегда, ну, у меня было хорошее воспитание моей, моей семьи. И бабушка, ну, мама не столько молилась, но очень сильно молилась бабушка. И она меня учила. И когда у меня родились дети, она сразу научила меня молитвам. Пусть я не очень сильно это понимала, но я делала. И когда изменилась ситуация в стране, изменилась полностью. Вы любите свою страну? Я люблю свою страну. Я считаю, что... Ситуация будет меняться? Я думаю, что ситуация изменится абсолютно к лучшему, потому что мы живём в стране глубоко верующих людей. Понимаю это, не понимаю. Знаете, что ситуация может так стать такой, что в эту страну вообще не узнаете. Она будет не такой, как была раньше совсем. Мне это прикроет. Замечательно. Вот. Я не об этом. И... А я об этом. У меня две точери, они живут. Одна же уже в Кимове, а вторая, когда рухнуло, значит, разделение пошло, как говорят, делят всегда чужое, а своё создают, да? И здесь они закончили школу, и надо было получать образование. Она захотела, я не смогу учиться на Украинском. Она уехала в другую сторону. Она уехала в Россию. И живёт в России, вышла замуж, у неё будет детей. Вторая... То есть отношения детей... Мы виделись, общались или в телефонном режиме, или как, но я всегда очень сильно молилась. Затайте вопрос быстрее. Я молилась о том, чтобы мои дети... Всегда просила Бога. Я не могла физически им уже помогать, да? Ну, то есть они... Время своего вопроса вы... И сегодня, сегодня, моя дочь пригласила меня сюда. Я обращалась к Богу. Они успешные, они молодцы. Но я в этом вижу только действия Бога, потому что я и моя мама... Вообще мы все молились за них. Хорошо. Вот. То это подтверждение того, что Господь, когда Его просишь, умеешь ты, не умеешь. Но если ты в это веришь, и ты очень прилагаешь усилия с любовью в сердце, оно обязательно происходит. Обязательно. И вот сегодня моя дочь позвонила и пригласила меня. Вот я оказалась на этой Вашей лекции. И я ей очень-очень благодарна. Я хочу сказать ей спасибо, и Вам большое спасибо, потому что... Спасибо. И я Вам тоже кое-что хочу сказать. Вы невольно во время своей беседы подняли время вверх. Я сейчас объясню, как. Вы всколыхнули тему, которая является больной сейчас. Больной. Это тему того, какая была страна, какая, какой должна быть. Потому что одни люди хотят, чтобы она должна быть такой, как она была, и проливают кровь за это. А другие хотят, чтобы она была такой, какая она есть сейчас. Я думаю, что... Я Вам сейчас не даю слова. Сейчас говорю. Пожалуйста, молитесь за эту страну. И нужно её сейчас обсуждать. Какой она была, и какой она должна быть. Просто молитесь за эту страну, чтобы эти вот раздоры во мнениях, они успокоились. Нужно всё это успокоить, понимаете. Эта страна будет прекрасна. Когда все успокоятся. Она всё равно будет такой, какая она будет. Всё меняется в этом мире, понимаете. Ничего не остаётся на месте. Вы если краешком глаза увидите через 50 лет эту страну, она будет со всеми такая, как сейчас. И слава Богу, в этом мире всё и всё меняется. Понимаете? Всё и всё меняется. И поэтому примите всё, что существует сейчас в своём сердце. Когда Вы мне всё рассказывали, я Вам очень благодарен за Ваш посыл, за то, что Вы мне сказали. Очень благодарен, что Вы благодарны дочери и мне. Я Вам за это тоже очень благодарен. Где Ваша дочка сидит? Она должна находиться на балконе. Вон она. Где была? Вон, вон. С дочкой Машей. Низкий поклон Вам за маму, чтобы её привели. Вот честность Вам говорили. Я вас очень люблю. Сейчас для нас одна задача, для всех. Это не рассуждать по поводу того, что было и что должно быть. Наша задача — это мир. Вот какой будет страна, такой и будет. Нам нужен мир. Нам нужен мир. Попытайтесь это понять в своём сердце сейчас. Потому что, если мы будем думать о чём-то другом, боль немедленно будет вспыхивать в сердцах других людей. Они будут отчаянны. Поднимите руку те люди, которых вспыхнула боль в сердце во время беседы этой женщины. Она даже не подозревает о том, что это могло произойти. Поднимите руку. Смотрите. Видите? Вот ещё это они подняли руку. С какой стати? Я знаю, с какой стати. Поэтому вы не хотели говорить об этом и понимаете, что вы хотели меня отблагодарить. А я сейчас об этом говорю. Потому что это важнее. Важнее всего сейчас понять, что не нужно ничего оценивать. Первая стадия — страх. Вторая стадия — оценка. Третья стадия — злоба. Четвёртая стадия — война. Вот эта страна уже дошла до четвёртой стадии. Дальше идти уже некуда. Понимаете? Мы не должны дальше допускать этой ситуации. Каждый человек должен молиться, чтобы на этой земле был мир. А потом, когда наступит мир, политики разберутся, что делать, чтобы всё было хорошо. Во время, когда нет мира, никто не может ничего сделать и никто не может ни в чём разобраться. Когда нет мира, все рычаги управления страной разрушаются. Понимаете? Ни хороший правитель, ни плохой не может ни с чем сделать ничего. Потому что всех просто убивают вокруг. И всё, понимаете? Нет стабильности, нет способности что-то изменить. Единственное, что нужно сейчас, это забыть свои взгляды. Как было тогда, как есть сейчас. Это не наше дело. Наше дело — понять, что надо любить эту страну такой, какая она есть сейчас. С теми правителями, которые есть. Со всеми теми людьми, которые есть, потому что это то же самое, как в семье. Понимаете? Если у меня вот такие правители доставили, значит, это я заслужил по своей судьбе. Надо всё принять сейчас. Надо молиться за мир. Когда люди молятся за мир, они входят в состояние гармонии, единства и силы. И тогда в этой стране наступает победа. Понимаете? Всё становится сильным и светлым. Страна становится сильной. Сейчас страна ослабла очень сильно от влияния времени. Понимаете? она должна стать сильной. Для того, чтобы она должна сильной стать, мы должны молиться святым людям за мир. А дальше всё образумится здесь как надо. Всё решится. Те, кто управляют страной, они разберутся, как её направить в правильное русло. В каком русле она пойдёт, в таком пойдёт. Это уже Бог решит. Это не наше дело. Да? Сейчас уже мы будем желать всем счастья. По этой теме вопрос или по другой какой-то? Нет, тогда уже всё нельзя. Я вообще говорила о том, что я верю в Бога, а не о ситуациях прошлого и в войне. А я верю в Бога, я вижу, что сейчас все и везде. И в России, и здесь, потому что я общаюсь с дочерью, с родственниками. И все хотят мира. И все молятся и верят в то, что наступит мир. Спасибо вам большое. И вам спасибо.